Орча Божий 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 греховных склонностей и одержания победы над самим собой. Этим средством является милосердие. Святой Иоанн Златоуст, размышляя на тему милосердия, сказал удивительные слова «Смотри, как высоко милость, Бог с самим собой сравнивает человека сострадательного». И далее цитирует известные слова из Евангелия от Луки «Будьте милосердны, как Отец ваш небесный милосерд есть». Действительно удивительные слова, мы их знаем хорошо, но чаще всего они как-то проходят мимо нашего сознания. Но ведь этими словами не только описывается природа божества, этими словами нам указывается на нечто, может быть, самое важное, что надлежит нам совершать в этой жизни. А почему именно милосердие? Когда мы творим милость, мы что-то отдаем от себя другому человеку, будь то материальные средства, какие-то вещи, внимание, заботу. Мы в каком-то смысле идем против общего течения, потому что общее движение всей человеческой цивилизации направлено на то, чтобы облегчить человеку его жизнь, чтобы человек становился сильнее, богаче, обладал большей властью. И, собственно говоря, на достижение этих целей направляются усилия большинства людей, у каждого свой масштаб действий. Но одно и то же целеполагание открытое, прямо декларируемое, что бывает очень редко, или скрытое. А милосердие есть свидетельство того, что мы, или тот, кто совершает дела милосердия, идет другим путем. Этот путь Господь назвал узким путем. По нему не все могут идти. Но именно этот путь милосердия и ведет нас в Царствие Божие. И тот же самый Иоанн Златоуст говорит, ничто так не дает нам возможности избежать гиены огненной, как милосердия. Потому что, действительно, совершая дела милосердия, мы, или поставляя себя в ситуацию возможного совершения дел милосердия, мы опять-таки проверяем свою сущность. Ведь на словах все очень просто, хорошо, красиво, а на деле совсем не так. И очень часто мы говорим то, чего сами никогда не делаем. Мы призываем иногда даже кого-то к тому, что не занимает никакого места в нашей собственной жизни. Вот часто так бывает с милосердием. Очень многие люди сегодня говорят о необходимости милосердия, создают организации помощи. О милосердии вы можете услышать и в средствах массовой информации, электронных, и прочитать в газетах. Но как мало людей, которые реально совершают эти дела милосердия. Очень важно, чтобы церковь была школой милосердия. Очень важно, чтобы духовенство, призывая людей, пасту свою к милосердию, сами совершали дела милосердия. Для того, чтобы опять-таки протестировать свое духовное состояние, каждый должен во время Великого Поста спросить, а что я сделал доброго? Реально, кому я помог? Кому я протянул руку помощи? С кем я разделил какие-то свои материальные ресурсы? Буду ли я оправдан на страшном суде? Потому что на суде Божьем нас будут спрашивать именно о делах милосердия. И вот этот, казалось бы, трудный узкий путь на самом деле-то и ведет в Царствие Божие. Потому что через шествие по этому пути раскрывается сама суть человека. Слова остаются в стороне. Суть обнажается пред самим человеком. Но самое главное – Бог видит подлинное состояние нашей души и оценивает нашу жизнь. Но кроме того, что это узкий путь, это очень благодатный путь, те, кто совершал дела милосердия, обычно о них помнят. Чаще всего сострадательные люди не рассказывают много о своих поступках, но очень хорошо помнят эти поступки. И даже воспоминание о этих поступках способно поддержать человека в самый трудный момент его жизни, когда он сталкивается с несправедливостью, с человеческой злобой, с обманом, с коварством. Воспоминание о добрых делах переводит как бы сознание на иной уровень бытия, помогает взглянуть на жизнь с другой высоты, с другой точки зрения, а значит, подвергнуть и сомнению те обстоятельства скорбные, которые в какой-то момент вдруг возникли на нашем жизненном пути. Не в том смысле, что этих обстоятельств не существует, а сомнение в том, что эти обстоятельства способны реально навредить человеку, совершающему дела милосердия. И потому человек, делающий добро, сам добрый. А добро – это всегда положительное состояние духа. Это мир внутренний, спокойствие. Это присутствие Божьей благодати. Совершение добра – это путь не только стяжания Божьего ответа, праведного и благоприятного на страшном суде, но это путь стяжания мира и радости в этой земной жизни. Да поможет нам Господь, проходя поприще Великого Поста, еще и еще раз осознать важность молитвы, воздержания и милосердия. Аминь.